МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие мои пастора, дорогие служители, я благословляю вас сегодня. Любовь Иисуса Христа, пусть милость Божья, любовь Его покроет вашу жизнь, покроет ваши сердца, покроет ваши семьи, дома. Покровительство Божье пусть будет над вами, и пусть ангелы Божьи хранят вас. Живите под кровом Всевышнего, и под сенью всемогущего покойтесь, потому что Он ваше прибежище. Аллилуйя! Мы с вами говорим, говорим о важных вещах. Вы знаете, сегодня мы продолжаем эту серию, знаете, вот передач, которые я делаю для вас. Это учение, учение, в котором, я бы так сказал, мы назвали его «Спаси себя и слушающих тебя». Можно спасти слушающих только, когда ты сначала спасаешь себя. И Писание говорит, вникай в себя и в учение. Да? 16 стих 4 главы 1 Тимофея. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. И мы говорили о тех шагах, которые нам необходимо предпринять, чтобы нам в самом деле, прежде всего, фундамент спасти себя. И как потом мы можем спасти слушающих. Имеешь — даешь. Если ты чего-то не имеешь, ты этого дать не можешь. Личный духовный рост — это основа всего. И мы говорили, что личный духовный рост — это фундамент. Спасение людей — это второе. Итак, в личном духовном росте мы берем цели, наши цели. Первая цель нашей жизни, вообще цель нашей жизни — это познание Иисуса Христа, Господа нашего. Познание — это близкие, сокровенные отношения. Познание — это любовь. Вы знаете, когда есть любовь, любовь — это магнит. Магнит. Бог любит тебя. Когда эта любовь отображается в тебе, все происходит чудо. Вы сливаетесь. Знаете, отношения с Духом Святым. Мы будем говорить об этом, потому что отношения с Духом Святым — это основа. мы должны познать Иисуса Христа. Но это познание, мы не можем родить Его сами. Мы не можем Его обрести сами. Вы знаете, что написано в послании к Ефесянам? Вы удивитесь, но здесь такой удивительный стих, стих тайна. И говорится здесь, говорит апостол Павел, 16 стих, я буду читать 16 стиха, 3 главы Ефесянам. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Посмотрите, «да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться». И вы знаете, крепко утвердиться — это очень важно. Люди, как неутвержденные, они легко могут колебаться, и они могут легко поддаваться разрушению. Ты должен знать, что в самой первой секунды своего, можно сказать, знакомства с Иисусом ты должен утверждаться. Для этого ты ставишь себе четкую цель жизни — познать Иисуса Христа, полюбить Иисуса Христа. И смотрите дальше. Он говорит, «утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть Духом с большой буквы, то есть Дух Святой, Он может утверждать тебя. Сотрудничество с Духом Святым, взаимоотношение с Духом Святым, они утверждают тебя в внутреннем человеке. Посмотрите дальше. «Верою в сирица Христу, в сердца ваши». Аллилуйя! Боже мой! Говорится «верою». Вы знаете, вот вы должны понять, апостол Павел, он же говорит, что веру сохранил. Он говорит, «подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Вот знаешь, как в конце жизни, так и какие-то этапы есть в нашей жизни, где вот как будто бы что-то подчеркивается, как будто ты какой-то бег совершил. Потом, после этого, знаешь, вот всегда пред тем, как тебя Бог поднимет на новый уровень, всегда есть какое-то испытание, долина какая-то. И чем глубже вот это горнило уничижения, возможно, горнило какого-то страдания, тем, значит, выше тот уровень, на который Бог тебя поднимает. Чтобы ты потом чувствовал себя там нормально. Чтобы ты мог там находиться. И вот говорится, вера в веру всегда, взращивая в своем сердце. Веру — это то, вот вера — это то, что нужно, знаете, вот как будто бы развивать в себе. Веру — это то, что нужно утверждать. В верою ты можешь только познать Христа. Дальше. Чтобы мы укорененные и утвержденные в любви. Извините, но мы должны, вы знаете, вот как вот, то, что мы принимаем любую Божию, одну секундочку, мы придем к этому, но ты начинаешь любить Бога, ты начинаешь любить людей. Знаешь, оп, тебя кто-то обидел, тебя кто-то предал, тебя кто-то подвел, но тебя сказали, это неправда. Вот знаете, сколько я этого испытываю, сколько клевет и сколько страшных вещей говорится. Но вы знаете, что Писание говорит? Праведник не убоится худой молвы. Вы знаете, это не останавливает меня, это не сбивает меня. Ты должен знать, тебя не должно сбивать это. Ты должен продолжать любить людей. Ты должен научиться любить врагов. Вы знаете, сегодня время, к примеру, в твоей жизни, возможно, тот день, когда ты должен научиться любить того, кого буквально все твое естество пытается ненавидеть. И знаешь, вот обида, какая-то вот, знаешь, непрощение, какие-то вещи, которые разрушают тебя. Сегодня через это ты можешь утвердиться в любви, ты можешь укорениться в любви, ты можешь буквально, вот знаешь, человеком, который, знаешь, вот он утверждается, укореняется в любви, вместо того, чтобы поддаться обиде и поддаться тому, знаешь, вот в семье даже люди допускают, это, и уже смотришь, между ними пропасть, они поддались этому, и уже любви нет. А если нет любви в семье, если нет любви в доме, в котором ты живешь, то как же может быть любовь к каким-то посторонним людям? Как ты можешь их любить, если ты их не знаешь? Ты должен научиться любить того, кого ты знаешь. И вот посмотрите, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. То есть буквально, знаешь, и широта и долгота, и глубина, о, мой Бог, насколько глубоко, насколько высоко, и высота, и уразуметь. Вот он этот стих, 19-й. «И уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову». «Превосходящее разумение». «Уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнить со всёю полнотою Божьей». Как ты можешь исполниться полнотою Божьей, если ты не уразумеешь?» Подумай сам. Вот знаешь, есть такое понятие, что уразуметь? Любовь к Христову, любовь к Христову. Вот пойми эту вещь, о которой я сейчас говорю. Как это работает? Полнота Божья, можно сказать, знаешь, вот все скрыто во Христе. Ты знаешь, все стороны твоей жизни, буквально вот счастье, радость, победа. Это все скрыто во Христе. Во Христе люди, они даже на смерть идут с улыбкой. Во Христе. Но это познание, это процесс, это жизненные ситуации, это не то же, просто ровная дорожечка, понимаешь? Это где-то вот моменты, которые даже Бог допускает в твоей жизни, чтобы сформировать тебя. Какие-то скорби, какая-то несправедливость, какие-то искушения необъяснимые, которые невозможно понять, они странные, они как будто бы на вид не могут принести тебе никакого благословения. На самом деле, знаешь, благословение в том, что ты остаешься верным, благословение в том, что ты остаешься преданным, благословение в том, что ты остаешься человеком чести, ты остаешься человеком, который может быть обижен, обворован, может быть оскорблен, может быть унижен, оклеветан. Но ни в коем случае ты не стал тем, кто клеветал, обижал, воровал или делал какую-то несправедливость. Ты проходишь все это. Это какая-то возможность, как у скульптора, ты у Бога. Вот знаешь, он взял и черту, твое сердце, какую-то черту своего характера. Он взял и подчеркнул его. Он научил тебя любить врагов. Он научил тебя действовать именно так, как нужно. Но послушай, принимая любовь к Богу, разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы исполниться полнотою Божьей. То есть мы как зеркало. Я когда-то получил это откровение с этого стиха. И когда ты принимаешь любовь к Богу, только тогда твое сердце становится как зеркало. Сначала оно грязное, сначала оно на зеркало не похоже. Оно покрыто, может, какой-то, знаешь, плесенью ржавчиной. Оно покрыто какой-то накипью, какой-то накипью ненависти, накипью обиды, накипью непрощения, накипью вообще злобы, озлобления. И вот послушай, но когда проходит время, и ты принимаешь любовь к Божью, твое сердце как зеркало, оно начинает отображать эту любовь на людей. Ты, знаешь, вот вспомни тот момент, когда ты родился свыше. Ты был наполнен любовью к людям. Ты был наполнен любовью ко всем. Ты буквально испытывал любовь. Вот это чувство, свидетельство рождения свыше. Не любящий брата своего, не познал Бога, говорится. Вот любовь свидетельство. По любви узнаете, что вы мои ученики. И теперь вот подумайте сами о том, что познавая любовь Христа, то есть познавая Его, познавая Его страдания ради тебя, познавая Его пролитую кровь, которая пролилась ради тебя, ты начинаешь исполняться Духа Святого. Дух Святой тот, который дает тебе познать, тот, который ведет тебя в познание. Дух Святой, он может работать с тобой по мере того, насколько ты можешь иметь терпение в испытании. Потому что терпение должно иметь совершенное действие, чтобы ты был совершен во всей полноте, без всякого недостатка. Писание говорит, поэтому радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Не бойся сегодня того, что ты проходишь. Не бойся ничего. Запомни, ты в руке Божьей. Он сказал, из руки моей не похитит никто. Иисус реален. Иисус являлся людям, послушай, в камерах, когда их должны были расстрелять, когда им давали приговоры, и они уже умирали. Крысы буквально хотели доесть их уже в тех камерах. И в это время им являлся Иисус и укреплял их. Апостол Павел говорит, что когда все оставили Его, посмотрите, Писание говорит об этом. Вы должны изучать Библию, вы должны знать. Мы придем к этому сейчас. Мы придем. Но сейчас я хочу кое-что сказать вам. Пустол Павел, он почувствовал от Бога, Бог дал ему откровение, что он должен свидетельствовать перед императором. Он захотел этого. И Бог дал ему ответ. И когда его освобождали из зала суда, послушайте, он сказал, я не хочу освобождения. Я требую суда у кесаря. А это значило, что он два года, как заключенный, будет добираться до Рима. И потом сам император будет его судить и приговаривать. И вот он говорит в 16 стихе 4 главы уже 2 Тимофею. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Его судили. Это было настолько громко, настолько было много на него слов, левиты, может быть, каких-то страшных вещей. Все ожидали, что Павлу конец. Послушайте. И все отреклись от него, оставили от него. И вот что происходит. Подумайте об этом. Вы только на минуточку подумайте. Да не вменится им, он говорит». Дальше он говорит. «Но смотрите. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники. И я избавился от львиных щелюстей». То есть сам Христос явился ему в камере и укрепил его, чтобы он свидетельствовал. Представьте, насколько важно сегодня свидетельствовать, насколько важно сегодня проповедовать, насколько это важно и дорого перед Богом. Итак, возьмите пункты, которые вам нужны, чтобы вам познать любовь Христа, чтобы вам реально завязать вот эти отношения. Поставьте, во-первых, первое, поставь цель своей жизни. Ты должен определиться с целью. Ты должен в самом деле признать эту цель. Эта цель должна отобразиться в твоем духе. Эта цель – это познать Христа. А апостол Павел говорит, я все почитаю за ссор. Ради познания Христа Иисуса, Господа моего. Итак, послушайте. Вторая наша, можно сказать, цель, вторая, да, это как следствие, это цель жизни, это спасение людей. И две заповеди, о которых сказал Иисус. Две заповеди. Смотрите, заповедь первая – «Возлюби Бога», то есть познание Христа. Вторая – «Возлюби ближнего», то есть спасение людей. Вот, вот оно. И посмотрите, что нам нужно. Вот в жизни возьмите и определите для себя также несколько вещей, о которых я сейчас скажу. Первое – вы должны каждый день вот просто решить для себя. Вообще это как принцип, как жизненная кредо, это как что-то, без чего вы не можете, ну вот просто жить. Это чтение Библии, чтение Слова Божьего, изучение Слова Божьего. Возьмите сейчас, запиши, пункт номер один в этом подразделе. Чтение Библии. Когда вы читаете Писание, посмотрите, что говорит нам Библия. Иоанна, Евангелие от Иоанна. И мы берем с вами, мы берем первую главу и берем первый стих. И говорится, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком». Запишите себе, «Вначале было Слово», и потом запишите, «В Нем была жизнь». В Нем была жизнь. Если вы ищете вот жизни с Богом, то в Нем была жизнь. Читайте Писание. Вы знаете, когда вы изучаете Писание, вот Слово написано, вечно пребывающее, говорится это «Логос». Значит, вот ты видишь Слово «Логос». Слово, которое всегда было, есть и будет. Слово, которое все читают. Это «Логос». Но есть слово «Рема». «Рема» — это когда слово «Логос» оживает для тебя, для твоей ситуации, для тебя лично, и проговаривается в твою жизнь. Когда Дух Святой, Он носитель откровений, Он тот, который сейчас на земле. Дух Святой — это Бог, который ходит сейчас по земле. И Дух Святой хочет с тобой дружить. Мы к этому придем. Но сейчас, я говорю, есть путь к этому. И поэтому вы должны сначала, как фундамент, изучить «Логос». И когда вы будете изучать «Логос», Бог потихонечку начнет Духом Святым открывать вам «Рема». То есть давать вам Слово. Слово начнет оживать. Однажды один человек мне сказал, когда я только еще покаялся, был новообращенным. Он мне сказал такое слово. Говорит, ты должен взять Библию и изучать ее, чтобы заполнить внутри себя. Вот представь, говорит, что у тебя внутри склад. И вот ты взял и складировал все туда. И когда ты наполнил себя Словом, тогда Дух Святой имеет возможность взять это Слово и оживить его. Это примерно, вот представьте, для того, чтобы, вот Дух Святой мог проговорить человеку, который в меру ремонтирует двигатель в машине, чтобы Бог мог проговорить ему о том, что в коленвале или там в коленвале какой-то соленблок, в каком-то подшипнике что-то произошло, и нужно добавить туда, к примеру, да, там немножко масла. Или наоборот, масло попало туда. И нужно взять и остановить двигатель, и сделать там определенный ремонт. Вот чтобы Дух Святой мог сказать человеку про это, человек сначала должен изучить все это. И когда он будет знать весь двигатель, тогда Дух Святой сможет использовать его знания, чтобы ему дать откровение об этом. Если же человек ничего о двигателе не знает, то у Духа Святого нет материала для того, чтобы использовать. Поэтому Слово Божье это материал для всей твоей жизни. Поэтому чтение Библии. В начале было Слово. Вы изучаете Писание. Знайте, Писание, оно изучается таким методом. А, первое, вот А, да, мы начинаем. Скобочку сделай и запиши. Слой снимается за слоем. Нельзя сразу взять и достигнуть всей глубины. Ты изучаешь Ветхий Завет, Новый Завет. Ты прочитал один раз. Это буквально легкое поверхностное ознакомление. Это то же самое примерно, что ты увидел человека, и вы встретились, и просто на ходу, знаешь, как ознакомились. Здравствуйте, меня зовут Владимир. А вас как зовут? Меня Виталий. Все. Больше ничего. Вот это первое прочтение Библии. Второй слой, это уже как будто бы маленький разговор. Вы откуда? Я из Украины. Вы откуда? Я из России. Окей. Это второй слой. Представьте себе, насколько глубоко мы должны идти. Третий раз, когда ты будешь читать, это буквально еще шаг. Но слой за слоем ты снимаешь и снимаешь, ты знакомишься с Библией. Понимание Писания приходит не сразу. Поэтому сначала наполни себя знанием самого Слова. Ты даже узнай саму историю. Историю бытия. Историю про Авраама, историю про Исаака, историю про Иакова, исход, история про Моисея. Читай книгу Левит. Просто прочитай о том, что как приносились разные жертвы, разнообразие жертв. Посмотри потом книгу Таразакония, посмотри книгу Числа, посмотри книгу и так далее. Руф, Неемя, Ездра, Ио, Псалти, Притчи, Песни-песни, Экклесиастам. Все пророки, большие и малые пророки, поэтические книги, исторические книги. Ты берешь все это, изучаешь. Большие и малые пророки, вау, ты берешь, там одна глава, там три главы, понимаешь, там 40 глав, там 50 глав, там 66 глав. Знаешь, и ты читаешь, и вначале для тебя даже бывает и неинтересно, но ты настрой себя на то, что ты изучаешь. Второе, молитва. Молитва. Давайте возьмем кое-что о молитве. И я хочу сейчас сказать вам, друзья, мы перейдем к молитве в следующей передаче. Сейчас, вот просто я благословляю вас, чтобы вы начали читать Библию, и вы начали читать, вот возьмите и начните читать сейчас Евангелие. Евангелие от Матфея. Прочитайте его. И не один раз прочитайте, а прочитайте его несколько раз в синодальном переводе. Прочитайте его в современном переводе. Современные переводы есть разные, поэтому возьмите как минимум три перевода. И когда вы возьмите три перевода и будете читать вот даже каждую главу, прочитал в одном переводе, прочитал в другом переводе, прочитал в третьем переводе. Потом, после этого, перейдите к Деяниям. Ну, я бы хотел с вами вообще пройти Книгу Деяния. И мы ее пройдем. Я хочу для вас снять серию передач про Книгу Деяния. Мы вместе ее пройдем. А сейчас я благословляю вас. Пусть мир Божий, он наполнит ваши сердца. Пусть любовь Божья будет с вами. Помните, что ваш труд заключается в том, чтобы, спасая себя, ты спасал других. Университет четвертого измерения это, знаешь, как будто бы организация духовной жизни, победоносной духовной жизни каждого верующего человека. Поэтому, если ты знаешь кого-то, кто еще не в университете, если ты знаешь кого-то, кто просто говорит, ты что, за это надо платить деньги, регистрация. Ладно, знаешь что, если кто-то получает что-то даром, он теряет это. Если кто-то, наоборот, старается всегда заплатить цену, он будет это беречь. То, за что ты платишь цену, ты к этому имеешь другое отношение. Поэтому учите людей, учите сами, учите людей и знайте ваша первая цель жизни познание Бога. Ваша вторая цель спасения людей. Университет это спасение. Сделать партнером кого-то, поверьте, это для кого-то спасение. 100% для каждого человека стать партнером, это реально стать соучастником Евангелия Иисуса Христа. Пусть Бог вас обильно благословит. Сейчас особенное время. Давайте мы будем свидетельство свое личное рассказывать людям вокруг, как пастора. Возьмите и начните это делать. Пусть через вас спасаются люди. Я благословляю вас. Увидимся в следующей передаче. Амин. паусь.